Почему нам снятся сны? Связаны ли они с кармой? И есть ли способ избежать снов? Что вам, плохие сны снятся? То есть мы говорим о кошмарах, а не о снах. Я не буду вдаваться во все подробности того, чем являются сновидения. Вообще-то есть четыре типа сновидений. Человек может видеть четыре разных типа снов. 90% снов — это просто невоплощенные желания. Невоплощенные желания пытаются найти свое проявление, когда вы спите. Если бы люди вообще не видели снов, многие из них были бы более подавленными, чем сейчас. Потому что сны в некотором роде удовлетворяют их желания. Многое из того, что они не могут делать в обычной жизни, они совершают в своих снах. Да? Вот почему «Фабрика грез» стала такой популярной. Кино и телевидение стали такими популярными, потому что вы можете просто сидеть, жуя попкорн, и ничего не делать. И в то же время вы можете влюбиться, сражаться, можете остановить нашествие марсиан из космоса. Вы можете делать все, что угодно, продолжая жевать попкорн. Вы получаете все эти переживания, и вам не нужно ничего делать со своей жизнью. Вот почему машины сновидений настолько популярны, потому что сны удовлетворяют. Вы можете жить, не живя. Вот в чем значимый снов. Вы можете влюбиться безо всякого риска, и также без риска можете разлюбить. Если вы будете делать это в своей жизни, вам нужно будет заплатить определенную цену. Но в кино за три часа вы можете влюбиться и поссориться, сражаться и пройти через все это без единой царапины на теле. Это дает вам бесплатный опыт жизни. Но это не жизнь. Существует большая разница. Так что со снами то же самое. Это проекции, возникающие в вашем уме. По сути, это одно и то же. 90% снов именно такие. Но есть и другие виды снов, которые могут дать вам доступ к другим аспектам жизни. Такие сны происходят очень редко. Если я начну говорить об этом, вы начнете представлять всякие глупости о каждом сне, который вам будет сниться. Что опасно. Так что я обычно говорю, не придавайте снам значения. Это просто ерунда, которая ничего не значит. Если какой-то сон обладает какой-то значимостью, то в любом случае он проявится гораздо сильнее, чем обычный сон, который вы забудите. И вместо того, чтобы искать смысл в своих снах, потому что как только вы начнете заниматься подобным, вы не сможете контролировать свое воображение. Оно просто уйдет в свободный полет. Вы будете видеть духов и все тому подобное. Если вам понравится какой-то человек, вы начнете думать, что знаете его из прошлых жизней. Именно это и происходит со всеми последователями нью-эдж культуры. Каждый день на улице они встречают людей из своих прошлых жизней. Потому что у вашего воображения нет тормозов. Стоит вам отпустить его, как оно просто будет продолжать двигаться без остановки. Поэтому лучше быть скептиком, отметая все это как какую-то ерунду. Если что-то не будет ерундой, тогда в любом случае это будет преследовать вас и не оставит в покое. Как же остановить сны? А зачем? Сделать их приятными? Разве вы не можете создавать хорошие фильмы? Это бесплатное кино. Почему бы им не наслаждаться? Но если вы хотите избавиться от снов, не пытайтесь их остановить. Но если вы станете медитативными, сны исчезнут. Если вы привнесете определенный уровень осознанности в свою жизнь, сны исчезнут. Психологи не могут в это поверить. Они не верят, что человек может жить без снов. Кажется, Фрейд сказал, что вы можете жить без сна, но не можете жить без сновидений. Сновидения очень важны. Фаза быстрого сна. Знаете, что это такое? Это продолжается без перерыва во сне. Потому что Фрейд и Юнг и другие никогда не работали с йогинами или Буддой. Они изучали только больных людей. Да? Они изучали больных людей и делали выводы обо всем человечестве. И эти выводы в определенной степени полезны. Но в то же время они феноменально ошибочны. Они просто лишают человечеству возможности стать тем, кем оно может стать, определяя, вот каким может быть человек, ни больше, ни меньше. Однажды с Фрейдом произошел такой случай. К нему пришел новый пациент. Его проблема была в том, что он думал, что он мертв. Фрейд, будучи отцом психоанализа, назначил следующее лечение. Пациент должен был каждый день стоять перед зеркалом и повторять, «У мертвецов не идет кровь, у мертвецов не идет кровь, у мертвецов не идет кровь». Такая мантра, которую он должен был произносить ежедневно как минимум три часа в день. Он должен был стоять перед зеркалом и продолжать говорить себе, «У мертвецов не идет кровь». Так он и делал. Спустя несколько месяцев, когда Фрейд решил, что ситуация подходящая, он взял булавку и проткнул палец своего пациента. У того пошла кровь. Фрейд спросил, «И что это вам говорит?» Тот посмотрел на свой палец и с радостью ответил, «У мертвецов идет кровь». Фрейд боялся смерти. Он настолько боялся смерти, его мечтой было увидеть египетские пирамиды. Фрейд отчаянно хотел увидеть их, но всю свою жизнь он так боялся смерти, что так никогда не смог набраться храбрости, чтобы отправиться туда. И этот человек делал заявление о природе человечества. Да, его исследования представляют определенную ценность, я не пытаюсь полностью отвергнуть их. Но они не должны делать окончательных выводов о человечестве. Это лишь одна из сторон человечества. Безумие — это лишь одна из сторон. Компульсивность — это лишь одна из сторон. Но на этом все не заканчивается. Есть способ подняться выше всего этого. Если бы только Фрейд нашел йогина и изучал его, тогда его выводы бы сильно отличались от того, что вы знаете сегодня. Сейчас подобное очень распространено. Я никогда не опускался до подобных вещей, но это произошло несколько лет назад. Меня хотели подключить к аппаратам и изучить, что со мной происходит. И из-за некоторых обстоятельств я согласился. Вы такими вещами занимаетесь, да? Так вот, они решили изучить мои гамма-волны или гамма-лучи, как правильно — волны. Так что они подключили десяток проводов и затем сказали «Медитируйте». Я сказал «Хорошо». Затем они потрясли меня вот так. Я сказал «Ну и что показывает ваша машина?» Они сказали, что по всем параметрам я мёртв. Врачи диагностировали мне смерть. Так что поосторожнее со мной. Либо я мёртв, либо мой мозг мёртв. Если вы можете быть такими, что вы абсолютно живы, но при этом мертвы, вы бодрствуете, но в то же время крепко спите, если вы будете такими, тогда вся эта чепуха, о которой они говорят, не будет иметь никакого отношения к вам. И каждый человек может быть таким. Это не что-то запредельное. Этого не произошло, потому что люди вообще не смотрели в этом направлении. Это несложно. Это недалеко. На это необязательно тратить всю свою жизнь. Просто люди никогда не смотрели в этом направлении. Все смотрят в другом направлении. Вот единственная проблема.